Нет предела совершенству. Всегда надо об этом помнить и никогда вот не звездиться. Типа вот я работаю старшей и круче этого быть ничего не может. Нет, впереди еще такие горизонты, такие вершины, которые я хочу покорить. А это начало моего пути, я так считаю. Я работаю старшей медицинской сестрой отделения гинекологии в учреждении здравоохранения 6-я городская клиническая больница. На этой должности я недавно, полгода, я занимаю уже этот пост, если его так можно назвать. И каждым днем стараюсь совершенствоваться, развиваться в этой профессии. Когда я была маленькая, всегда хотела стать медиком. В детстве играла в доктора. Потом, когда я начала взрослеть, мое желание не осталось где-то в детстве, оно шло за мной дальше. Я пошла в Белорусский государственный медицинский колледж на фельдшера-акушера. Отучилась, учеба мне очень нравилась. Мне настолько было интересно познавать ту или иную специальность. Спустя время безумно благодарна жизни за то, что первый мой год это было набраться опыта, научиться выполнять те или иные манипуляции. И вот спустя год моей работы в послеродовом отделении меня пригласили в родзал. И вот, кажется, мечта вот, вот она в руках. Роды — это тяжелый эмоциональный процесс. Каждая женщина ведет себя по-разному. И ты должен понять, в какой момент женщине нужна поддержка ласковая, в какой момент ситуация выходит из-под контроля. И тебе нужно показать, что ты здесь главный, и ты управляешь процессом так или иначе. Ох, я помню свои первые роды, это была ночь. Я приняла роды, это был мальчик. Хорошенький, здоровенький, такой пушистенький, весь такой вот хорошенький. Я не могу просто. У меня на глазах были слезы после этих первых родов. Принимала роды малышиков на свет два с половиной года. Затем мне предложили должность старшей медицинской сестры отделения гинекологии. В гинекологии ты сохраняешь то, что только-только начинает зарождаться и развиваться. То есть как бы ушла в начало, а была на финише. Я с каждым днем хочу все больше и больше привнести каких-то красок. Потому что если просто делать свою работу вот рутинно, это скучно, это не про меня. Мне надо придумывать какие-то развлечения, какие-то стимулы, какие-то цели, которые в ходе работы будут достигаться. И ты будешь уходить с работы и понимать, что день не серым листом идет в жизни, а такой радугой, яркой. У меня отделение живет от конкурса до конкурса, от поездки до поездки. И помимо этого у нас какие-то тоже бывают яркие моменты, где мы можем собраться и поговорить на какую-то тему интересную, обсудить какие-то моменты, обсудить планы работы тоже, почему бы и нет. Мое отношение к этой работе со всей душой. Мне надо вот совершенствоваться. И мне всегда кажется, что я могу больше вложить души. Я где-то пытаюсь себя сдерживать в своей эмоциональности, но это невозможно. Если ты относишься так к своей работе, и ты эмоционально ее воспринимаешь, то тяжело тебе как-то себя погасить немножечко, вот успокоить себя, тяжело очень. Если тут у сотрудников возникают вопросы на выходном дне, кому звонят? Звонят всегда мне. Я начала работать над собой, чтобы все-таки как-то ограничивать выходной день и рабочий день. В выходной день я стараюсь посвятить себе, своим увлечениям, своим хобби, встречи с друзьями, посвятить время родственникам, встретиться с ними. Что касается конкурса «Лучший молодой специалист», я являюсь секретарем БРСМ в нашей клинике. То есть еще веду работу с молодежью. И зам главного врача по идеологии мне говорит, что пришла заявка на участие в конкурсе. Давай попробуем. Я говорю, может, не надо. И так везде участвуют. Там, там. Она говорит, нет, Настя, если не ты, то тогда никто. Будем участвовать, будем пробовать. Мне сказали поучаствовать в конкурсе за день до конца приема заявок. Я собралась, все начала быстренько делать. Потом, когда нас пригласили в совет депутатов, нам говорят, вот, будет финал конкурса, и вам нужно будет показать свои творческие номера. Я помню, сказала, что я танцую. Нам подготовили творческие номера. Я смотрю Анастасия Ларина, танец и шоу-балет «Феерия». В день выступления мы показали, я считаю, достаточно хороший хореографический номер, красивый. Все-таки это тоже моя какая-то одна половинка яркая, а вторая половинка у меня такая женственная, нежная. Очень приятно, что вот сотрудники нашей клиники тебя встречают и говорят, Настя, поздравляем, ты такая молодец. Очень приятно, что именно наш сотрудник получил награду, и наш сотрудник — это лучший молодой специалист 2024. 2024. Не только моя заслуга, это заслуга людей, которые в меня верят, которые мне предлагают участие в таких конкурсах. Если ты предлагаешь, значит, ты семя веры сеешь в этого человека. Я очень рада, что я смогла возрастить это семя. Здравствуйте. Можно исцелить не только лекарствами, но и отношением, улыбкой, добрым словом. Это работает, это работает. Я каждый день в этом убеждаюсь. Когда ты идешь по коридору, и пациенты видят от сотрудника улыбочку, ты говоришь им «доброе утро», все, в отделении начинает царить абсолютно другая атмосфера. Ты точно знаешь, что каждый день здесь — это просто новая глава вот этой вот незаканчивающейся книги, истории, энциклопедии жизни. И работу я свою очень люблю. И каждый путь, который я прохожу, и каждый этап, начиная от окончания колледжа до сегодняшнего дня, это все жизненные уроки, которым я безумно благодарна, которые растят меня как личность, как профессионала и как человека. Субтитры создавал DimaTorzok